Приветствую вас! Вы знаете, Ольга, я конечно вам сочувствую. Я сочувствую тому положению, в котором вы оказались. Безусловно, это не самое лучшее положение, мягко говоря. Безусловно, это не самый лучший расклад, в котором вы оказались. Но все же, на некоторые моменты я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это то, что вы говорите про свою интуицию, и про нее говорите как про единственный фактор. Как бы, ну, единственный фактор, доказательств. То есть, вы мужа не ловили, ну, на, значит, ну, на измене, да? Ну, вы считаете, что у него есть чувство к другой женщине? Потому что у вас так работает интуиция? Может быть, может быть, вы и правы. И может быть, ваша интуиция права, и у мужа действительно есть чувство к другой женщине. Но, это мало что меняет, потому что проблемы в бреке, в первую очередь, у вас. И вы говорите, что сейчас жизнь – это ад совместно. Совместная жизнь – это ад. И если вы считаете сейчас свою совместную жизнь адом, то, соответственно, у мужа действительно может кто-то появиться. Вопрос заключается в том, как вам решаются те проблемы, которые у вас есть. Вопрос заключается в том, как вам решаются те конфликты, конфликты, которые у вас есть. И есть ли вообще перспективы их решения? Имеется в виду решение конфликтов. Потому что, если таких перспектив нет, то о чем тогда можно говорить? То есть, если есть проблемы, эти проблемы не решаются, то, ну, вполне, на мой взгляд, логично, что человек будет искать каких-то других, какие-то, точнее, другие способы будут человеком искаться для того, чтобы удовлетворить свои желания для того, чтобы реализовать что-то, что нужно для моему, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите. Поэтому здесь, на самом деле, такая вот ваша позиция, да, позиция, ну, в какой-то степени может быть радикальная, да, позиция в какой-то степени, может быть даже зависимая, потому что вы говорите, что без мужа не сможете жить, а то уже больше про зависимость, ну, это больше речи про зависимость здесь. Вот. И, на мой взгляд, вам бы, ну, нужно как-то бы разобраться в себе, да, на мой взгляд. Вам можно было бы разобраться в своих чувствах, например, и в том, что вам нужно, например, в том, чего вы хотите, например, и так далее. А также, каким образом появились те проблемы, которые у вас сейчас с мужем имеют место быть. Да? Вот. Ну, например, давайте вот мы с вами сейчас пройдёмся по тексту. Два месяца назад я начала подозревать, что мы же чувство к другой женщине, и он же не переписывает ВКонтакте за моей спиной. Ну, во-первых, если вы начали подозревать, да, то вы, соответственно, это в первую очередь говорить об отсутствии между вами искренне, искренне что ли. И о наличии специфического отношения к проблемам, которые могут быть, ну, в принципе, у любых пар, да, у любого человека. Вот так. Вот. Примечательно, что у своего мужа на откровенный разговор, поскольку вы сами начали подозревать, вы не вызвали. Вот. Интересно, конечно, почему. Значит, он с ней переписывается ВКонтакте за моей спиной. Ну, а как он должен переписываться? Откровенно. Женщина тренер дочери периодически мы все встречаемся на соревнованиях или тренировках. Это вы к чему, кроме того, что муж выбрал достаточно проверенного человека. Муж знает, что я догадываюсь, откуда, я его не поймал, только мое чувство и интуиция на меня никогда не подводила. Откуда такая, прям, заговорочная вера в ваше чувство и интуицию? Вот. Сейчас жизнь заместна, это ад, я ему не доверяю, доверяю только себе. Из-за чего вы ему не доверяете и так далее. Все, что я эти два месяца видел и замечал, я считаю правдой, потому что по-другому быть не может, не может. Ну, подобная, на мой взгляд, самоуверенность и недопущение иных вариантов, мне кажется, является некоторым ограничением восприятия реальности, восприятия другого человека и себя в том числе. Самое главное, он перестал меня обнимать слова и спать со мной, это главное показать, ну, а из-за чего это? То есть, вы же, наверное, понимаете, что даже если он общается с другой женщиной, если есть у него чисто другой женщины, то, скорее всего, скорее всего, это следствие определенных проблем. Ваших проблем. Ваших проблем. Между вами. Проблем между вами. И, соответственно, смотреть нужно, как мне кажется, именно в эту сторону. в сторону определения ваших проблем не в сторону того, чтобы вам показывать, например, что мужчина действительно изменяет, а именно в сторону решения проблем. Вот, потому что именно это стало основанием для, значит, появления вот этих вот всех обстоятельств. Вот, конечно, если это, ну, при условии, если вы хотите этим заниматься, при условии, если вы хотите, хотите. Вот. Потому что, если вам, например, не хочется, то это уже другой вопрос. Дальше. А, сейчас Стас запростает, я вижу, как он мечется между мной и ней, но в итоге испытывает чувства по ней. Это видно, вообще по ним очень видно, что они что-то чувствуют друг другу. У вас как-то все на интуиции завязаны. То есть, знаете, вот. Да, и при этом, при этом вы не опозволяете интуиции, да, несмотря на то, что вы на нее полагаетесь. Вот. А, не позволяет ей влиять на свое поведение. Вот. Это, конечно, создает ощущение противоречия и невесомости. Вот. И я думаю, что это вам, конечно, очень тяжело дается. Вот. Помимо, помимо того, что вся эта ситуация неприятна и она может вас травмировать, вне всякого сомнения. А, что сейчас делать, я не знаю. Что делать, чтобы что? Ольга, вы СЛ поставьте. Муча люблю очень, видимо, даже очень сильно. Боль давит, гложет, разводится не хочу. Ну, боль, это как ревность. Это не про любовь. Это больше, как я уже сказал про завидность. Это больше, вот, поэтому, насчет любви, любви не тратитесь, пожалуйста. Вот. Нужно смотреть, что вы, ну, что вы понимаете под любовью. Вот. Нужно смотреть, как вы любовь, значит, ну, как вы любовь понимаете, что вы чувствуете. Вот. И, соответственно, чувствуете ли вы ее, на самом деле, любовь, или это, вероятно, что-то иное с любовью не связано. Да? Вот. Необязательно. Необязательно, что это прямо, что там такое, вот, плохое. Да? Совсем необязательно, что это что-то плохое. Совершенно. Но. Вам это крайне, вот, тяжело, тяжело дается, вам это крайне, крайне тяжело переживается, вот. И, соответственно, можно говорить, конечно, о том, что это нуждается в решении, вот. Но любовь и зависимость надо бы отличать друг от друга, вот. Ибо, в противном случае, ситуация просто приводит к тому, что вы оказываетесь в безвыкновенной ситуации. Понимаете? Вот. То есть, я повторюсь, да, что о том, что касается любви, нужно разобраться, что именно вы чувствуете. Вот. Я не хочу сказать, что вы своего мужа не любите, но я хочу сказать, что, вероятно, возможно, есть еще какие-то у вас, помимо любви, есть еще какие-то некие интенции, которые играют существенный ролл. Вот. Вот. И если на это, на это, на это не обращать внимание, вот, то могут быть серьезные проблемы. Как мне кажется. Дальше. Так. Люблю и жить без него не смогу. Почему не смогу? Простите. Простите, не могу. Как бы дальше можно сказать, что сначала нужна так или иначе цель. Да. То есть, как бы дальше чтобы что. Вот. Мы можем помочь и гармонизировать отношения. Если вы хотите, мы можем помочь и разобрать, и пережить, и пережить вам, если хотите. А пока что вы не определились с целью, а значит, ну, вероятно, можно говорить о том, чтобы помочь вам именно с целью определиться. Да. То есть, помочь вам определиться тем, на чего вы хотите. Вот. И когда, например, это будет сделано, то есть, когда мы поможем, например, вам определиться тем, на чего вы хотите, тогда уже можно будет работать. Ну, хотел бы, конечно, как-то вот раз предупредить, что психологи, то есть, мы не работаем в контексте советов, да. То есть, ну, мы, мы не даем советов. Вот. Мы помогаем человеку разобраться в себе. Вот. Поэтому, я не хотел бы, хотел бы, чтобы, чтобы вы как-то вот рассчитывали на то, что психологи вам тут посоветуют. Вот. То есть, советов это, ну, не то, совершенно не то, что может вам пойти на путь. Вот. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Вот. И не позволяйте, значит, замещать свое мнение всем, мнением других. Вот. Я думаю, что любую ситуацию можно решить. Вашу ситуацию можно решить тоже, но, во-первых, заключается в том, насколько вы в этом заинтересованы, да. Вот. Потому что сейчас, например, вы пребываете больше в таком вот состоянии, в состоянии жертвы, я бы сказал, и, в общем-то, до тех пор, пока вы находитесь в этом состоянии, до тех пор, пока вы находитесь в состоянии жертвы, вот, вряд ли вам будет помочь. Вот. Поэтому имейте потом вот это в виду. Вот. Вам нужно все-таки определиться с тем, чего же вы хотите. Вот. И тогда уже можно будет говорить о каких-то других моментах, о направлениях можно будет говорить. Вот. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю целого доброго. И удачи. Продолжение следует...